Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Мода с Владаной, сегодня на мне костюм, он в работе, это моя первая примерка и я спешу им с вами поделиться, особого внимания в этом костюме заслуживает блуза, блузон, это уникальная выкройка, сделана без боковых швов, без швов сзади, это полусолнце, которое я собрала у себя на плечах, собрала таким образом, что спинка, вы видите, у меня горловина абсолютно ровная, аккуратная, по переду я вывела драпировку на грудь и пришила вот такие крылышки, блузон у меня перед на запах оформлен и шнурочки, шнурочки, поясочки, которыми я могу варьировать, я могу завязывать спереди его, могу завязывать сзади, могу вообще не делать шнурки, а сделать, допустим, на кнопочках, на пуговичках, то есть различные варианты, вот такой у меня родился новый блузон для тонких льющихся тканей, в частности для крепа, для крепа шифона, для шифона, для шелка, вот такой воздушный легкий вариант, и для разных фигур, она прекрасно смотрится на худеньких девочках, и есть возможность выявить талию поясочком, и также мы можем себе позволить эту блузу одеть на более полную фигуру, она все задекорирует, будет сниспадать, закрывает, вот это крыло наше закрывает локоть, и в то же время не жарко, и вот эти линии, они вытягивают фигуру и вносят динамику, движение, легкость, воздушность, то есть вот у меня к этой модели вписалось вот такое крыло, также с помощью этого крыла мы можем немножко изменить фасон, мы можем сделать драпировку, вот немножко другое крылышко, другой рукавчик, то есть мы можем вот таким вот образом, вот здесь раздвигая нашу форму, вот сделать вот такой вот вариант рукавчика, вот абсолютно новое, то есть если кто-то любит здесь более раскрытый вырез, пожалуйста, мы можем сделать маленький рукавчик, как-то задрапировать, вот видите какой новый, абсолютно интересный, тут же сходу у меня родился вариант, и уже наша блуза, она абсолютно по-новому играет, вот таким образом мы тут же изменили внешний вид нашей модели, поэтому варианты, вариации могут быть различные, вот здесь я по низу сделала рельефный низ, подняла линию бедра, хотя длина опять же может быть различная, от колена тогда это будет платье легкое, и вот блузон, опять же, вы под себя можете делать любую длину, ну вот, вот такая легкая, интересная летняя модель у меня возникла, и прелесть ее заключается в том, что она очень проста в изготовлении, здесь необходимо только вырезать линию горловины и линию проймы, обработать, ну и пришить наши крылышки, опять же, крылышки эта модель может быть и без рукавчика, для нашего блузона, конкретно моего, мне понадобилось метр шестьдесят в ткани, также наше крылышко, вы видели, как я его драпировала и оно изменило свой внешний вид, также можно его завязать в нижней части и это будет опять же новый вариант рукавчика, то есть крыло-трансформер, захотели различные варианты, вы можете из него изобретать, ну вот, вот к примеру и под такой вариант, у меня сейчас примерка и край и крылышко, край блузы не обработан, поэтому здесь я еще в процессе завершения этой модели, модель новая, уникальная, и я считала своим долгом с вами ею поделиться, вот вы видите, как красиво раскладывается наше полусолнце в этой блузе, то есть кто не любит поясочек завязываться по переду, можно его вообще не делать, а можно весь объемчик вот аккуратненько подзабрать и такими красивыми палдами басочкой наша блуза сзади спадает, вот вы увидели мой вариант, вот здесь бокового шва нет, шовчик у нас только на плече, ну и проймочка, обработка края я буду делать московским швом, это более солидно, можно в принципе если это будет блузон из шифона сделать и ролевым край, брюки прямые, ровные, пояс на резинке, ткань, летний креп воздушный, все как всегда просто, вот такой вот чудесный вариант блузы, летящая, парящая, его можно и на выход, на праздник и для повседневной жизни, здесь опять же можно сделать больший вырез, можно не делать драпировку, то есть главное что уникально все это разложилось без лишних швов, сейчас я убрала пояс, в принципе его может и не быть, может быть застежка по переду или же небольшой заходик на пуговичках и вы посмотрите насколько наша блуза красиво сниспадает, вот эти вот чудесные фалды воздушные, просто я ощущаю красивая летящая спинка, вот она спинка пелеринка, вы заметили, я сделала вот здесь вырез по бедру, потому что так блуза смотрится легче, чем если бы был низ одной длины, опять же с длиной можно варьировать, это вы уже каждый под себя, вот вы видели блузу с поясом, без пояса она тоже замечательно смотрится, вот блуза это на любые фигуры, опять же можно сделать глубже вырез, но здесь не жарко, здесь все свободно и легко, все что нужно у нас закрыто, вот мои сегодня новые крылышки для вас мои друзья, все нюансы этого кроя, этой моей новой блузы мы сейчас с вами рассмотрим на столе и вы во всем разберетесь, вам сразу станет все понятно, вот пожалуйста, сейчас я на столе разложила метр шестьдесят крепа, для наглядности как раскладывается моя выкройка, вот наша кромка здесь по длине 80 сантиметров, вот метр шестьдесят я сложила со сгибом в два слоя и моя выкройка, в основе выкройки блузы полусолнце, блуза у меня без швов боковых, задних, без вытачек, главный момент это наша пройма, спинка, плечо и перед, мы с вами крупным планом это все рассмотрим, сейчас вы видите, я отступила выкройкой от края, здесь у меня будет располагаться мой подборд, вот вы на блузе на моей, вот мой подборд, он как раз вот в этой части выкладывается, я не стала отрезать угол выкройки для того, чтобы вам была понятна привязка, размеры, сколько от угла и как вот это все у меня выстраивалось, я могу сейчас вам просто показать, что вот здесь это будет край моего переда, так как блуза с запахом, вот у меня здесь предусмотрен заход по переду и вот в этой части пришивается пояс, вот мои поясочки, длинные два пояса, они вырезаны по долевой и с противоположной стороны ткани вы сейчас поймете где они должны быть разложены, вот в этой части прекрасно помещается подборд и подборд подкрой спинки, вот у меня, вы видите, два моих подборта, наши рукавчики-крылышки вот их форма и небольшая посадка в верхней части по головке рукава крыла, наш рукавчик размещается, он прекрасно выкладывается вот в углу, сразу под моей блузой, безотходное производство, вот ровно на достаточно длинную свободную блузу у меня пошло метр шестьдесят здесь подборд основная выкройка перед и спинка со сгибом, рукавчик мой крыло и сейчас я подтяну и вы увидите, вот осталось у меня восемь сантиметров на два пояска по четыре сантиметра в готовом виде сантиметр, вот вы видите мои длинные поясочки, для чего длинные, для того чтобы я могу им завязывать как сзади, так и обхватывать полностью талию и завязывать спереди, поэтому тут вы уже длину будете регулировать каждый под себя, вы сейчас увидели очень экономную раскладку, практически без отходов, так теперь мы крупным планом сейчас разберемся с моими размерами моя клиентка мне принесла потрясающий отрез шифона на платье с запахом, коротенькое платье, ей хотелось чтобы у нее было открыто колено, девочка аккуратненькая, красивая фигурка, но ткань была чудесная Эмилио Пуччи, которой ну просто желательно было минимум швов и вот столкнувшись с такой проблемой возникла вот эта идея выкройки, девочка хотела чтобы внизу юбочка была пышная, чтобы у нас была выявлена талия, чтобы платье было с запахом, а мне не хотелось эту ткань резать, она принесла 2 метра ткани и вот на двух метрах прекрасно раскладывается платье до колена, я себе решила по горячим следам тут же сделать блузон по этой же основе и он у меня получился, вы его увидели, вот подобное платье, только оно было полностью прозрачное, шифона на тоненьком шифоновом чехле отдельном, вот получается по подобной выкройке, только нам необходимо для платья 2 метра ткани, оно выкладывается на всю ширину ткани, в углу также помещается наше крыло рукавчик и остается место для пояска, поэтому может быть как платье до колена, так и блузон, также была идея сделать платье из белого штапеля и по низу пришить красивое кружево, тогда это платье может быть вообще удлинится и длинное, поэтому выкройка очень интересная, с большим потенциалом, вот я разобралась с верхом, прекрасно легла спинка, мое плечо с драпировкой, девочка захотела, чтобы у нее было побольше объема на грудь, поэтому у меня здесь дано 15 с с половиной сантиметров, раздвижка на возможность задрапировать, моя горловина, плечо, пройма по спинке и переходит линия на перед, плечо переда и пошла горловина, вырез на запах, здесь 15 с половиной сантиметров, это драпируется на ширину плеча 7 сантиметров, вот вы видите, каким образом вот это все у меня получается, крылышко пришивается вот здесь от плечевого шва на 12 сантиметров по спинке и на 12 сантиметров по переду, значит вас не должно смущать, что здесь на первый взгляд небольшой размер, эта линия по косой, это все вымерено, я вырезала предварительно на макете и четко вот эта вот линия у меня получилось, вымерен каждый сантиметр, поэтому вот эта моя основа, вот здесь видно как она привязана, моя пройма, вот здесь 25 сантиметров от сгиба, потом 48,5 по переду от края моей выкройки, все вот здесь вот нюансы есть, направление дано, диагональ которая проходит через верх плеча, по переду, по горловине и через край плеча и я к ней привязалась размерами вот по спинке два с половиной сантиметра от этой линии и 4 сантиметра на перед, а от плеча по спине и до диагонали здесь вот одна вторая, вот я вам сделала такую привязку, чтобы вы смогли построить нашу пройму, вот когда вы вырежете вот эту пройму, то вы оденете на себя и вы посмотрите насколько вам где захочется чуть-чуть углубить, поверьте, она, но вот эта пройма, это как раз мой блузон, вот у меня достаточно будет припуск остался на обработку сантиметровой, но в шифоне, вот когда мы делали шифоновое платье, вот именно это линия, это уже было даже многовато, хотелось чуть-чуть уменьшить, в данном случае уже начинает играть косое направление, поэтому здесь вот именно отталкиваетесь от моей выкройки, здесь проверено четко и точно, так вот вы крупным планом сейчас все это видите, все размеры, все привязки, я специально не стала вырезать вот этот уголочек, потому что ну здесь буквально вот все сходится один в один, нигде никаких накладочек, то есть вы прекрасно все это выкраиваете, это все с учетом припусков, то есть вот здесь у нас проходят наши припуски, с припуском один сантиметр и сейчас мой замечательный оператор, мой муж по совместительству Владислав все сейчас подробно снимет, пройдется по периметру нашей выкройки, сейчас мы все совместим, вот вы видите, больший размер 80 это длина всего переда, а 36 это от нашей горловины, вот здесь входит шнурочек пришивается, 44 до этой линии, так далее здесь общая длина метр тринадцать от угла и уже привязка плеча 26,5, потом идет вот это расстояние 15 сантиметров, вот оно до нашей горловины по спинке, а понижение вот здесь 2 сантиметра, потом идет 9 сантиметров, я привязала вот по спине мою пройму, вот 9 сантиметров, это перпендикуляр, куда вы потом с помощью лекала конструктора сделаете свою красивую линию, вы видите, она у вас получится, так чтобы вот все было пропорционально выложено, вот все это четко, вся привязка дана моего построения, теперь длина нашего изделия, общая длина 84 сантиметра, это от угла до низа моей блузы и 47,5 до вот этой точки, то есть эта точка вот у меня, от нее вы можете сразу построить длину вашей блузы, ну и соответственно, если же это платье, то тогда не метр шестьдесят в длине, а два метра, то есть будет сгибаться ткань и получается метр, ну и соответственно вот эти все размеры изменятся и ткань у вас пойдет полностью вся вот до кромки, вот сейчас у меня вот здесь вот чудесно вошел мой уголочек, мое крылышко, вот оно, здесь тоже есть размеры, он абсолютно вот от вершинки одинаково делится на перед и на спинку, вот по 44 сантиметра, длина моего крылышка 36,5 сантиметров, диагональ вот я дала 57 сантиметров, а по голове вот 10 сантиметров от вершины я подняла перпендикуляр 3 сантиметра и вывела наше закругление, нашу головку рукавчика и вот этот рукавчик чудесный, край моего крыла и край изделия я буду обрабатывать московским швом, я люблю когда все обработано аккуратно, подборд и обтачка по спинке будет обрабатываться оверлочком, вот сейчас у меня была первая примерка и вы увидели это изделие на мне, вот здесь обработана петелька сбоку, так как у меня нет боковых швов, то я подвернула участок ткани, заготовила, проклеила и сверху сделала петлю, чтобы она не рассыпалась и держала форму, вот мое крылышко, вот здесь вы увидели легкая посадка, здесь еще не обработано крыло, поэтому рукавчик у меня вметан, но уже посадка и сутюжка была сделана предварительно, плечико вот оно уже собрано на драпировку и обработано оверлочком, подбортик проклеивался тонкой клеевой, обработан, заделан наш пояс в уголочек, вы все увидели сейчас, мой размер 54, эта выкройка универсальная, она подходит для большой сетки размеров, здесь единственное, вы должны корректировать вот это место, то есть немножко углублять, расширять, расширять за счет переда, потому что спинку мы не можем заужать, мы можем только вот углублять и расширять нашу пройму, здесь в этой части у нас и драпировка, поэтому соответственно мы вот за счет этого места можем немножечко углубить, а верх он прекрасно сядет как на худеньких девочек, начиная с 42 размера, так и вот я к примеру 54 и эта модель прекрасно на мне выкладывается, потому что у нас рукавчик это крыло, оно нас не ограничивает, ну и соответственно наш объем полусолнца, он тоже хорошо распределяется, как на худеньких, опять же с помощью поясочка и запаха мы можем делать талию, так и на полных, поясочек мы можем завязывать со спины или вообще не делать пояс, а делать на запахе две пуговички, две кнопочки, поэтому тут уже могут быть различные варианты, также может быть низ, низ может быть асимметричный, вверх может быть углом выходить, можно сделать прогибчик по боку, выйти углом сзади на спинку, поэтому тоже низ может внести свой интерес в эту модель, потому что я на блузе себе сделала ровный низ, а в процессе я посмотрела и мне бы захотелось один верхний борт вывести уголочком и немножко еще поиграться низом, поэтому опять же тоже посмотрите вот в этом плане, могут быть различные варианты и мысли, готовый вид выкройки по темному вот черному контуру, это все срезается, вот это все не нужно, плечо вот срезается, горловина, пройма, я оставила их для того, чтобы вы видели, как это все у меня привязывается и строится, вот это все убирается, вот перед, перед, это спинка, вот таким образом, я счастлива вот от этой блузы, что она у меня получилась, мне очень она нравится, этот весь костюм, такая находочка, я считаю, надеюсь вам понравился мой сегодняшний модный обзор, пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте пальчик вверх, до скорых встреч на моем канале, буду вас радовать своими оригинальными изобретениями, новинками, модными штучками, всего вам доброго, до скорых встреч!